В рамках студенческой филармонии Государственный народный оркестр Малахит регулярно выступает на сцене Юрго и собирает полный зал. И это неудивительно, ведь Малахит стоит в одном ряду с лучшими профессиональными оркестрами России. Основан он 35 лет назад Виктором Лебедевым. Он до сих пор художественный руководитель и дирижер оркестра, а Малахит гордо называют визитной карточкой культуры Челябинска. Давно это знаю вуз, здесь началась моя творческая жизнь. У меня здесь 20 лет назад был ансамбль народных инструментов, которые стали лауреатами Всероссийского или Союзного корпуса, побывав в Каунасе, в Ереване. Поэтому я прихожу, понимаю, что может быть и здесь и началась моя настоящая творческая жизнь. Спасибо политехническому! Малахит – постоянный участник всех крупных культурных мероприятий города. Под руководством Виктора Лебедева в оркестре играют баянисты, дамбристы, балалайчники, а сотрудничают известные музыканты Всероссийского и Мирового уровня. В концертном репертуаре широкий круг произведений от обработок народных мелодий до сочинений композиторов классик. Это оркестр нашей национальной музыки. Не так много у нас таких творческих коллективов. Этот коллектив очень высокого уровня и он делает очень большое дело. С одной стороны поднимает наше настроение, а с другой стороны пропагандирует нашу российскую музыку. В этот раз Виктор Лебедев пригласил аккомпанировать оркестру Александра Паилуева, двукратного обладателя Кубка Мира по аккордеону. Этот концерт с оркестром Малахит – третий. Два других прошли недавно – Филармонии и Рощи. Сам Александр отмечает, что его аудитории, хотя и отличаются друг от друга, всегда доброжелательны. Как говорят зрители, он заряжает их энергией. А зрители, в свою очередь, заряжают его. Ведь при таких нагрузках энергия лишней не будет. Здесь 16 килограмм и я езжу на поездах, в самолетах, везде, по всему миру. И получается, что без этого просто невозможно. Без физической хорошей формы. Потому что спина и вообще все мышцы напрягаются. Иногда у меня бывает после таких очень трудных эмоциональных концертов, я сажусь кушать, а здесь мышцы болят. Я жевать не могу. Пришли на концерт студенты, сотрудники ЮРГУ и жители города. Зал взрывался бурными аплотисментами, а задние ряды, когда звучала веселая ритмичная музыка, танцевали. Это правда у меня вызвало восторг, потому что те, кто выступали, они прям душу вкладывали в свое дело. И, короче, в общем, было очень классно. Отметили зрители и взаимодействие оркестра с аккордеоном. По их словам, эти две отдельные стороны дополняли друг друга, слышали и чувствовали. Это постоянное как бы перекликание, одновременно гармония и одновременно такое-то определенное противоречие и желание выделиться и с той стороны, и с другой стороны. Напомним, что у преподавателей и студентов есть возможность в течение учебного года посещать концерты именитых коллективов со всей страны благодаря Центру творчества и досуга ЮРГУ и студенческой филармонии. Мы смотрим, кто у нас в городе на данный момент присутствует. Каждый месяц мы стараемся раз в месяц делать такие концерты и выбираем, советуемся со специалистами, кого привлечь. Отметим, что концертный сезон был открыт в сентябре с началом учебного года. Окончание его пройдет в мае.